Добрый вечер, друзья. Не добрый вечер, нет, другие. Сейчас, конечно, разговорами про однополые браки никого не удивить. А вот лет 10 назад, когда, собственно, эта повестка только-только начала обсуждаться у нас в социуме, даже кто-то прогнозировал, что и у нас это все будет, хотя я не знаю, может быть и будет. У меня как раз тогда, в 2012 году, стартовала программа «Правда 24», на канале «Москва 24». И я многим гостям этот вопрос задавал, потому что он обсуждался. Сейчас просто попалась пара роликов, 10-летний, да, 13-й, может быть, 14-й год. И я вот эти вот фрагменты про однополые браки собрал в одном сюжете. Кстати, если уж мы вот в эту сторону пошли, как вы относитесь к тому, что в Америке теперь разрешены браки между однополыми? В Калифорнии рассматривается закон, который запретит употребление слов папы и мамы, чтобы не дискриминировать гееродителей, чтобы называли партнер. Как вы это можете прокомментировать? У нас такая возможность в перспективе? Я надеюсь, что у нас этого не будет. Я вот не встречалась и не разговаривала с детьми, которые выросли в подобных семьях. Вот они себя как ощущают? Они счастливы, эти дети? Я думаю, что это... Всего хватает. Нет, у нас очень много, да, отцов-одиночек, матерей-одиночек, да, может быть, эти вот семьи, да, где два, две мамы, две папы, они очень много, да, очень много дают детям и образования, и любви. У нас очень много, да, детей воспитывают и растят няни. Я ничего не могу сказать, но мне кажется, что Россия, она должна быть такой, какая она есть. Нам нужно развивать наши чувства патриотизма, нам нужно любить нашу страну, нашу столицу, наши традиции. Вы знаете, я хоть и восточная девушка, но я родилась в России, у меня дети русские, понимаете, у меня один голубоглазик, другой абсолютно, ну, по мировоззрению, по всему, любящий. Нет, ну, специалисты говорят, что менталитет определяется языком. Вот на каком языке человек думает, если вы думаете по-русски... Я на двух языках. Вы на двух языках всё-таки думаете? Да, да. Да, даже думаете. Да, даже думаете. А с ним вам снятся тоже на двух языках? Нет, скорее на русском. Скорее на русском. Вы говорите, что это очень существенно именно для определения каких-то моделей вот таких ментальных. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Лика, вот какой вопрос у меня сразу возник. С одной стороны, журнал такой о браке, в том числе. Раз, да, о свадьбах, то как бы и о каких-то вечных ценностях, о любви. Но с другой стороны, вы явно должны быть адептом либерального проекта, и раз вы работаете в западном издательском доме, и должны, значит, вот быть в тренде и считать, что институт семьи устарел, что браки должны быть только однополые. Как вот вы совмещаете вот эти два начала? А как вы можете себе представить, свадебный журнал, узко свадебный журнал, который не пропагандирует семейные ценности? Ну вот, допустим, на обложке была бы, я не знаю, вот в этом году была свадьба, допустим, Ольги Дыховичной, она в Нью-Йорке женилась или вышла замуж, ну, я не знаю, за свою, ну, как, любимую. Так. Вот могла бы быть такая свадьба в Вейдинг? Свадьба? Да. Обложка не знаю, потому что это очень зависит от, как бы, внешности. Ольга прекрасно выглядит, она потрясающая красавица, да, но формат журнала диктует определенные какие-то, не стандарты, но предпочтения. Я считаю, что, вот кто мне скажет, может быть, вот эта барышня прекрасная на обложке выходит замуж за любимую? Мы же не говорим об этом. Вы не говорите об этом. Мы можем это подразумевать. Ну, а как вы вообще относитесь к тенденции, к этому, потому что, вот, ну, вот однополых браков сейчас очень много. Вы знаете, мне кажется, что любой человек вправе выбирать, на ком ему жениться и с кем ему жить. И это абсолютно не зависит от пола. Главное счастье. Все. Дальше по триаде равенства. Вы вообще верите в тезис о равенстве? Нет. Вот, наконец-то, я слышу, что человек, который социально одобряемый ответ не дает, что да. Вот мы же рождаемся все неравными, правильно? И живем. Но дело не в этом. Правенства нет и быть не может. И не должно. А равноправие должно быть. Это разные вещи. У нас должны быть равные права. А ты меня извини, кто учился, кто где родился, кто как работал, кто как стремился. Это, понимаешь, большевистская теория, что свобода равенства браться. То есть, ты учился, ты достиг чего-то, я пьянствовал. Думаю, ё-моё, смотри, у тебя костюм хороший, два микрофона у него, и очки у него хорошие, модные. Я встал за угол, говорю, милый, ты чего, дал тебе по голове отобрал, говорю, почему это он имеет, а я нет. Вот это, так сказать, как раз пагубное представление. А как же равноправие? А вот равноправие мужчин и женщин, как вот это же против создателя, создатель сделал-то неравными. А я не говорил равноправие между мужчинами. Понятно. Ну, кстати, вы считаете, вот мужчины и женщины, борьба за равноправие женщин, она имеет под собой какие-то основания, помимо оснований политического характера? Конечно, имеют. Мужчин, нет, они вымирают. Ни одного лидера в мире нету, кроме Путина, мужчины. Есть один, и Том Меркель. Так. Да, да, нет, этого нету. Посмотри на них, посмотри на этих людей. Посмотри на них в ООН сидящих. Посмотри на потные ладошки, улыбки. Посмотри, как они слушают речь Путина, что в Мюнхене, что в ООН. Когда он говорит фразу, вы-то сами понимаете, что вы натворили. Они сидят как потными ладошками и слушают, наслаждаясь тем, что они думают так же, только говорит это не он сидящий, а другой. Поэтому ему за это ничего не будет. А ладошек никто потных не увидит. Понимаешь? Это вырождение мужского рода. А начальники, которые говорят, слушайте, приходите ко мне завтра. Завтра приходишь, говорит, знаете, он сейчас вчера с меня в отпуску. Это облака в штанах, понимаешь? И обрати внимание, я сейчас набирал курс в Академию. В Академию, да? Слушай, такие мощные девочки, такие мощные, талантливые. И проблемы с ребятами. Проблемы, реальные проблемы. Понимаешь, бицепсы не решают вопросы и кубики на прессе. А вот энергетик, обратите внимание, вообще, режиссура сегодня, как много картин, хороших, которые... Кто снимал Бурев, не Бурев, вот этого самого, который получил Оскар, жена Камерона? Кэтрин Беглоу что-то. Беглоу, Беглоу, Беглоу. Кэтрин Беглоу, я бы читал, значит, смотри, «Буря в пустыне», не важно сейчас, вот эта картина, которую получил, я читаю, режиссер Кей Беглоу, ну, это может быть Клим, это может быть кто угодно, да, Беглоу, мужская, так сказать, это может быть мужчина и женщина. Я не знал, что она жена Кэмерона, что вообще женщина, абсолютно мужская картина, грандиозная картина, с потрясающей мыслью, когда война становится дорогой, когда человек, как бы мечтающий скорее вернуться домой, возвращается, опускается в эту жизнь, ребенок, жена, магазин, супермаркет, продукты, сон, газеты, не может же. И он еще идет обратно туда, где он себя чувствует мужчиной. И откуда хотел вырваться, как ему казалось. Грандиозно. И это абсолютно мужская картина. Какое большое количество сегодня замечательных картин снимают женщины. Хотя я считаю, что режиссур – это абсолютно мужская профессия. По жестокости, по жестокосердию, по аскетизму, который необходим, по, так сказать, степени необходимости уметь обманывать актера, вести в одну сторону для того, чтобы рвануть в другую, и с каждым актером все по-разному. Это абсолютно для меня мужская профессия. И когда, так сказать, я увидел там, допустим, женская картина, там, 15 лет назад, не может быть хорошо. А сейчас это в таком масштабе женская режиссура начинает завоевывать позиции. Почему? Потому что идет обнищание мужского духа в мужчину. Это глобальный процесс? Глобальный. Абсолютно глобальный. И, прости меня, как венец этого, однополые драки, освященные, браки, освященные, так сказать, хотя однополые драки – это хорошо, чтобы однополые браки перешли в однополые драки. С драками у нас нормально с этим. Но вот это, когда еще и освящается, так сказать, под куполом храма – это катастрофа. Я предпочитаю прийти на интервью абсолютно, так сказать, чистым, как лист. Тогда ты не становишься рабом сформулированных, так сказать, ответов. Поэтому, как спросили, так и учитывая, что качество ответа заключается вообще и зависит от качества вопроса, Я очень к Жене отношусь с уважением, я люблю его, и мне всегда с ним интересно. Поэтому тут совершенно не важно, о чем говорить. Тут важно, как, опять же, мама говорила, не важно, что важно с кем. Поэтому я люблю к нему приходить и, так сказать, всегда знаю, что это, по крайней мере, мне будет интересно. Про молодость, когда прозвучало, я хочу узнать, как ты относишься к тезису, что сейчас 40 – это новые 20? Я вообще сейчас смотрю, когда что 46 только начинается, мне 46 будет. Тут вообще ого-го и, в общем, так сказать, самый кайф. Единственное, что я ловлю себя на мысли, что если ты, допустим, сделаешь комплимент юной даме, как вы, и в этот момент тебе может прилететь мужик, ты с ума, что ли, сошел, ты дед старый уже. И вот это меня, с одной стороны, смущает, а с другой, наоборот, радует. Потому что, все-таки, вы знаете, я хоть человек измученный Евровидением, да, но вот это ощущение принадлежности к такой старомодной, но такой вкусной сексуальной ориентации дает ощущение праздника, как сказал мой друг, старший товарищ, неглупый и чуткий Александр Тольч Ширвинд в фильме «Прекрасный со светлой памятью Державиным», когда он говорил, для тебя это праздник, а для меня это давно будни, вспомним бабник. Он там тоже, кстати, говорил эту фразу из Маяковского, да, старший товарищ, неглупый и чуткий.